МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Площадка будет та же самая. Это Красноармейский 36, развлекательный центр «Арена ТВ». Она больше всего подходит под тот формат мероприятий, который мы выбрали, который нравится детям, который нравится присутствующим всем гостям нашим. Вот. Приглашаем мы всех желающих вообще посмотреть это шоу. Традиционно будут присутствовать юные спортсмены. Это тех, кого мы будем честовать со своими группами поддержки. Будут присутствовать их тренеры, родители, спортивная общественность Алтайского края, администрация города, края. Ну, безусловно, партнеры наши. Количество приглашенных участников – это сколько? 100 человек, 200 человек? Порядка 600 человек у нас присутствуют на этом мероприятии. Внушительно. А все-таки как попасть на бал? Что нужно сделать, чтобы приехать на этот бал? Может быть, кто-то в этом году не смог, не получилось что-то? Давайте расскажем, как это вообще происходит. Если вы хотите попасть на бал в качестве юного спортсмена или награждаемого, то в первую очередь нужно подать заявку с описанием своих достижений за предыдущий год. Но достижения должны быть весомые, поскольку действительно ребята, которые в прошлом году подали заявки в декабре 2015 года, результаты были достаточно внушительные. Поэтому комиссии пришлось очень сложно в этом плане. И очень тяжело было выбрать десятку из почти 50 заявок. Каждый год у нас подается примерно 50 заявок. Подать заявку, соответственно, и попытаться выиграть. Комиссия выбирает десятку лучших. И спортсмен, либо со своей командой в качестве группы поддержки приходит, либо, если это индивидуальные виды спорта, то тут уже решает тренер или директор спортивной школы, от кого присутствуем на балу, поощрить. Можно наградить, поощрить. Кого-то так вот стимул будет для кого-то. А в качестве гостя могут присутствовать все желающие. То есть у нас абсолютно свободный вход. Представители фонда общаются как-то со спортсменами вот вне таких праздничных мероприятий. Следите за их судьбой? Конечно, мы следим. Я вам больше хочу сказать, самые ребята уже из года в год присылают нам свои достижения. Мы их выставляем на различных ресурсах наших. И очень гордимся, общаемся. Даже если ребята в силу возрастных ограничений уже не подают заявки, они все равно приезжают, присутствуют у нас в качестве почетных гостей. И они очень рады так вот на свою родину возвращаться. Скажите, вот нас уже приучили, что на таких праздниках присутствуют именитые гости, спортсмены такого, ну, всероссийского точно уровня. Что в этом году планируется? Ну, мы как организаторы держим это в большой тайне, чтобы не спугнуть звезду. Но могу вас уверить, что Алексей Смертин точно будет присутствовать. И это уже хорошо. Тогда давайте расскажем о традиции проведения бала. Когда впервые провели, почему решили, что вот эта традиция будет продолжаться из года в год? На самом деле традиция уходит далеко в историю, поскольку юных спортсменов, их тренеров честовали, только это проходило на базе управления по физической культуре и спорту Алтайского края. И вот несколько лет назад к этой традиции присоединился фонд «Юные дарования». И, как оказалось, не зря, поскольку появился новый уровень мероприятий, новые традиции. И сейчас это уже не просто мероприятие, это уже целый проект. Когда мы с ребятишками приходим вам на телевидение, приходим на радио, то есть это не просто вот мероприятие провели и забыли. Нет, в течение года ведется с этими детьми работа. И мы пытаемся удивить каждый год детей, потому что это дети, их надо удивлять. Но я думаю, что получается, если посмотреть на реакцию детей, как они смотрят, как они участвуют в этом замечательном событии. Кроме награждения, есть же еще и такая часть, как это развлекательная часть, обязательно на балу. Вот в этом году что-то какое-то шоу планируется или тоже будет пока секрет от организаторов? Мы планируем. 2016 год – это год кино, поэтому попытаемся как-то спорт и кино совместить. Интересно будет посмотреть. Да, вот. Попытаемся. Попытаемся, посмотрим. Давайте тогда еще поговорим немного об общественном фонде «Юные дарования», потому что не сказать о нем невозможно. Ваши планы на 2016 год? Ну, начнем с того, что фонду в этом году исполняется 10 лет. Вот, думаю, что это такая дата замечательная, тоже первый юбилей. Вот, ну, в 2016 году мы останемся в русле тех мероприятий и проектов, которые осуществляем при поддержке администрации Алтайского края. Это проекты, которые направлены на поддержку одаренных детей. Не только спортсменов, у нас еще есть и исполнительское искусство. Проекты, через которые мы поддерживаем исполнительское искусство. Ну, и еще одно новое направление, за которое мы взялись, – это спортивное добровольство, поскольку это направление вынужденное было, потому что мероприятия очень крупные, вообще без помощи ребят, ну, никак не обойтись. Вот. И из года в год мы набирали опыт, мы набирали темпы. И сейчас хочется сказать, что мы в 2016 году, предположительно в марте месяце, будем открывать Центр подготовки волонтеров на чемпионат мира по футболу 2018 года. У вас есть уже какая-то программа подготовки волонтеров? Кто будет учителями? Кто будет передавать знания? И кто может? Потому что нужно уже подавать заявки, потому что я думаю, что там будет еще и отбор этих волонтеров. Ну, конечно, конечно, желающих очень много. Одно могу сказать, что это должен быть обязательно студент, который учится в научном отделении. Вот. К сожалению, о программе, о учителях ничего не могу сказать, поскольку тут есть определенные обстоятельства, которые мы должны хранить до 2018 года. Хорошо. А сколько вообще волонтеров может прийти и заняться подготовкой? Ну, сотни. На этапе переговоров с Оргкомитетом чемпионата мира. То есть российский уровень, да, получается? Да. То есть мы заключаем договор с Уральским университетом. Получается, что мы будем как филиал в филиале. Но этот город ближе всего к нам. И на этапе переговоров речь шла о нескольких десятках человек. То есть вот пока такая информация... Конкурс серьезный будет, мне кажется. Ну да. У нас уже есть опыт отбора и участия в международных мероприятиях. Международный детско-юношеский турнир по футболу проходил в Санкт-Петербурге. И мы отправляли десятку лучших наших ребят, которые проходили почти восьмимесячный этап подготовки. Это изучение языка, психологии, ну и, соответственно, подготовка и проведение крупных спортивных событий в Алтайском крае. То есть опыт есть. Опыт есть. Подготовки ребят таких. И опыт очень даже удачный, поскольку мы были авангардной группой тогда, вот в Санкт-Петербурге в 2012 году. И мы были на самых серьезных командах зарубежных. И справились. Испания была, Латвия, Эстония. То есть вот такие команды мы сопровождали. Спасибо большое. Катерина, время беседы, к сожалению, не ограничено. И вот оно сейчас заканчивается. Я хочу вас поблагодарить за интервью, пожелать удачных мероприятий, ну и красивого бала, красивого мероприятия, которое мы ждем 6 февраля. 6 февраля, да, начало в 12.00, Красноармейской, 36. Ждем всех. Спасибо. Спасибо большое. А я напомню, у нас в студии была Катерина Устинова. Она исполнительный директор Алтайского краевого общественного фонда смерти на юные дарования. До встречи.